Советский Союз очень много средств вливал в оборонную промышленность. Многие заводы, по сути, работали на армию, поэтому не стоит удивляться, что в 90-е все это в одночасье закончилось. Потоки денег от государства иссякли, и даже легендарная шишига армии тех годов оказалась не по карману. Чтобы как-то выйти из положения и не останавливать конвейер, на Горьковском автозаводе решили попытаться переделать легендарный ГАЗ-66 под гражданские нужды. Для того, чтобы увеличить спрос на грузовики, кроме стандартной версии, в 1992 году начали собирать еще и бортовой грузовик ГАЗ-6621. Его же вариант, но с добавлением лебедки, получил индекс ГАЗ-6622, а кроме этого разработали многоцелевое шасси ГАЗ-6631. В дальнейшем оно послужило базой для сельскохозяйственного самосвала ГАЗ-САС-3511, который знаменит своей трехсторонней разгрузкой. Казалось бы, легендарная шишига в гражданском оформлении просто обречена на успех, но что-то пошло не по плану. Собственно, главным отличием гражданской версии стало то, что ее грузоподъемность увеличили до 3,5 тонн. Чтобы этого добиться, пришлось интегрировать задний мост от ГАЗ-3307, поскольку были серьезные опасения, что при первом же перегрузе мост просто свернет раму шишиги. Ее усилили поперечинами. Кроме того, провели ревизию, убрали все, что, по мнению руководства гражданской версии, было не нужно. Под раздачу попали компрессор с пневмосистемой до прицепов, ресивер и даже система подкачки колес с дополнительным бензобаком. Военный цельнометаллический кузов заменили на деревянный с тремя откидными бортами. К счастью, не стали трогать коробку передачи двигатель. Однако ожидаемого спроса не получилось. Машина была тяжела в управлении и проигрывала тому же ГАЗ-3307, так что самосвал с конвейера сняли почти сразу, а остальные гражданские версии пытались выпускать до 1995 года, после чего завязали с этим убыточным занятием. Редактор субтитров А.Семкин